В летний отпуск на автомобиле. Как сделать безопасные пассажирские перевозки водным транспортом по маршруту Наринмар-Щеля-Юр? В Центре развития бизнеса прошел круглый стол с участием компаний-перевозчиков и представителей контролирующих органов. О многолетней схеме транспортной доступности региона поговорили на чистоту. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Основная проблема – места погрузки и разгрузки автомобилей и пассажиров не оборудованы. Причем такая ситуация как в Наринмаре, так и в поселке Щеля-Юр. Нет ни зон контроля перевозимого транспорта и владельцев, ни места для отдыха. Отсутствует контроль и со стороны правоохранителей. Каждая погрузка – как битва за место на палубе. Сложность в том, что мы не можем сдержать именно людской поток, который набегает в часы пика. Это час пик именно отсюда июнь месяц, оттуда август-сентябрь, когда люди возвращаются с отпусков. Я говорю, люди едут уставшие, люди едут изнеможенные, с семьями и просто атакуют нас как перевозчиков фактически захватом судна. Мы не можем это контролировать только потоком, потому что люди как муравьи забегают на судно, как муравейник. Не можем контролировать, не можем отсекать. Мы как раз у представителей органов власти и представителей органов как законодательной, так и муниципальной власти попросили хотя бы какую-то поддержку, чтобы это были какие-то организованные места пропуска. Чтобы можно было человеку пройти с купленным билетом. С начала нулевых водная переправа популярна среди горожан. Добраться по ней до большой земли на автомобиле гораздо дешевле, чем на самолете. Внимание к транзитным перевозкам, вернее, за тем, насколько они безопасны, обратили и контролирующие органы. Но частые проверки мешают бизнесу, уверены перевозчики. Мы-то сейчас не про себя в первую очередь думаем. Мы, еще раз повторюсь, без этой... ведь не пропадем. То есть мы с голоду не умрем. А вот то, что округ и город получат как бы проблемы с отсутствием этой схемы транспортной, это да. Потому что морской путь, он не обеспечит того, что мы обеспечиваем. Владельцы транспортных компаний уверяют, баржи оборудованы всем необходимым, соблюдены все нормы безопасности. Каждому пассажиру выдается дополнительный жилет. На бортах висят дополнительные жилеты, круги из-под средства. У нас на каждом судне имеются плотики на 24, по-моему, человека. Их 4. У нас из-под средств больше, чем пассажиров. У каждого, даже у баржи имеются ряд отсеков, там, больше 8. Больше 8 отсеков. Чтобы судно затонуло, это нужно, ну, я не знаю, все 8 отсеков продырявить. Да я даже далеко не буду углубляться. У нас Печора настолько, по-моему, несудоходная река, что как раз вот в пиковое время мельчает. Ну, я говорю, можно Печору, по-моему, до Шевелюра пешком пройти. Я говорю, у нас суда заправляются, только чтобы хватило туда и обратно. Чуть-чуть замешкал, сел на кочку, все. Пассажирское свидетельство ограничивает количество перевозимых людей на барже. Но перевозчик не наделен полномочиями проверять каждую выезжающую на палубу автомашину. И неконтролируемая погрузка приводит к тому, что баржа по пути домой идет с безбилетниками. В кинотеатр заходите по билету, точно так же и на судно, по билету. Вы показываете билет, пожалуйста, проходите. В билете написано номер транспортного средства, пожалуйста, проезжайте. Прежде чем проехать на судно, извольте в соответствии с условиями договора открыть двери, чтобы мы убедили, что там нет иных пассажиров. Дмитрий Владимирович, мы поэтому и говорим. На судно заезжает машина и записывается, как из практики, один пассажир, но он едет с семьей. Три. Вот в каждой машине фактически три пассажира без билетника. Предприниматели должны работать на маршруте по Печоре исключительно в правовом поле, уверены представители контролирующих органов. Если вы взялись, как говорится, за этот гуш, не говорите, что не дешевле, вы должны обеспечивать транспортный безопасность. Все контролирующие органы завязаны на один закон, ну не на один, у каждого есть один, но транспортный безопасность, 16 законов. И вы его отлично знаете. И вы знаете, что вы его должны выполнять, когда оформляли себе лицензию на производство определенной деятельности. Получится ли совместить экономический эффект от перевозок законодательной составляющей, покажет уже ближайшая навигация. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, Телеканал Север.